Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая. Канал о вязании и обо всем, что связано с вязанием. Сегодня у нас 3 октября. Сегодня у нас первый старт в совместном проекте Трио Старты, который придумала и запустила для нас Светлана. Канал ее называется «Связанный спицами Светлана». На ютубе канал идет второй год. В феврале 2023 года мы будем отмечать 2 года каналу. А на дзене чуть меньше. Всегда очень много девочек участвует в этом проекте. А вот в этот раз на дзене 32 человека, а на ютубе 31. И что это за проект? Значит, в понедельник, среда, пятница мы стартуем с каким-то процессом. В понедельник стартуем с процессом. Утром показываем, что мы будем вязать, рассказываем из чего, рассказываем, каким инструментом мы будем вязать. В течение дня, по возможности, мы вяжем. И вечером мы показываем то, что нам удалось сделать за тот промежуток времени, который у нас был на вязании. Итак, у нас таких три старта. А в воскресенье, либо в понедельник, мы выкладываем итоговые видео. То есть пятницу, субботу, воскресенье мы вяжем, продвигаем то, что мы считаем необходимым. У нас в этом проекте, вернее, я беру в этот, да, еще забыла сказать, что первый раз, когда Светлана предложила снимать пряжу, и это было необязательно, пряжа для триастартов, под таким же хэштегом пряжа для триастартов, триастарты. Это было необязательно, но желательно. Был определен день, было определено время. Все в это время выпускали, те, кто хочет видео выпустить о пряже. И я несколько раз, по-моему, пять или шесть раз, я тоже выпускала видео. Потом я перестала выпускать такое видео, потому что итоговые видео и планы на следующий месяц, я там рассказываю, какие у меня будут старты, какую пряжу я буду брать, что я буду делать в этом месяце. Поэтому я отдельно пряжу для триастартов не стала снимать, хотя, может быть, и надо это сделать. Но вот я об этом думаю. В следующем месяце я подумаю, что, может быть, я и для триастартов тоже отдельно сниму такое видео. Ну, а пока у нас, да, у нас есть четыре хэштега. И пока сегодня только первый старт, и я, давайте, расскажу, что я буду делать. Вот здесь у меня лежат спицы троечка. И вязать я буду вот из такой пряжи. Это грэни-сокс, стопроцентная шерсть. Я буду вязать носки, носки солдатам. Я уже несколько раз рассказывала об этом, что, как их вязать, что. Ну, давайте я быстренько скажу. Несколько слов, может быть, кто-то не слышал. Значит, носки солдатам вяжутся большой резинкой. Резинка от пола до пяточки должна быть не менее 30 сантиметров, потому что надеваются подберцы, и чтобы было комфортно, резинка должна быть большая. Желательно вязать из чистой шерсти, потому что они греют, они дышат, носки. И это такой легкий массаж для ноги. Это очень приятно. Тем более, близится зима, и будет комфортно, и будут греть эти носки. Что касается, да, и носков нужно много, потому что, ребят, нет условий особо для стирки. Они там поносят несколько дней, 2-3-5 дней, сколько они носят, я не знаю. Носки выбрасываются, и берутся новые на запас. Поэтому я решила, что в 3 стартах я начну вязать носки. Не знаю, все 3 старта у меня будут носочные, либо я что-то еще добавлю, я не знаю. Но вот сегодня я беру носки. Итак, я пойду наберу сейчас резинку, повяжу, сколько у меня получится, и вечернее подключение, и я покажу, сколько я провязала. Итак, до вечернего подключения. Добрый вечер! Мое второе включение заканчивается сегодняшний день, и я хочу показать и рассказать, что я сегодня сделала. Значит, вяжу я носочки из пряжи Грэни Сокс, это семеновская пряжа, и вяжу я в рамках совместных двух проектов. Это носочный бум 4, который организовала Анна Полозняк. Здесь нет никаких ограничений, вяжем носочки такие, которые мы хотим, из-за любой пряжи, носочки и носочки. А еще я участвую в одном проекте, который называется Носочный фейерверк. Организовала его Светлана. Канал Светланы называется с клубочек, и Светлана каждый месяц дает нам определенную цветовую палитру. Вот этот цвет, светло-серый, не подходит к палитре октября месяца. Но она сказала, что если это будут носочки солдатам, то они могут быть любого цвета. Поэтому у меня эти носочки участвуют как в носочном фейерверке, так и в носочном буме. И вот что я провязала. Я провязала вот такую резиночку. Она сейчас у меня еще не готовая. Так кажется, длинненькая резиночка, но она должна быть 20 см. А я провязала всего лишь 9, ну почти 9,5 см. В любом случае, мне еще вязать столько же, чуть-чуть больше. 10,5 см, и у меня будет резинка готова. И тогда я начну вывязывать пяточку струн. Сегодня я повяжу резинку. Не знаю, сколько я успею повязать до вечера. Сегодня мне надо лечь пораньше, спать. Потому что завтра мне надо рано выехать. Я завтра еду наблюдателем в другую школу. Ехать мне достаточно неблизко. Вот, поэтому мне надо выйти за 2 часа до начала тестирования. Но там просто определенные требования к наблюдателю. И я должна приехать в определенное время. Поэтому лягу пораньше спать, чтобы выспаться и не опоздать завтра. Ну и я очень хочу успеть эти носочки связать до итогового видео. Но посмотрим, что получится. Если у меня получится связать до выходных, это будет замечательно. Отчитываться я буду, очевидно, в понедельник. Либо в воскресенье вечером. Но я думаю, что в понедельник утром выйдет мое отчетное видео. Тогда это будет замечательно. Если носочки будут готовы. Ну и на этом все. Я хочу пожелать всем успехов. Всем связать все, что задумано. Воплощение всех своих идей. В инфопоксе, как на ютубе, так и под видео на дзене. Я оставлю список всех участников наших трио-стартов. Поэтому проходите, смотрите, вдохновляйтесь, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и если вы не подписаны на мой канал на ютубе или на дзене, пожалуйста, подпишитесь. И оставьте тоже комментарии. Я уже говорила, что обсуждались эти носочки. Как вы думаете, а если вы вяжете ли вы солдатом носочки? Из какой пряжи вы вяжете? И как вы вяжете? Тоже такую же длинную резинку? Или вы вяжете обычную резинку, поголенок? Напишите, пожалуйста. Мне это очень сейчас интересно. И хотелось бы знать, какие у вас сведения? Может быть, что-то интересное, ну что-то другое вам говорили. Как-то по-другому вязать. Ну вот я только вот это слышала, что 20 сантиметров. Вернее, от пола до начала носка должно быть 30 сантиметров. Может, у вас какие-то другие есть сведения. Поэтому пишите. Я буду всем очень-очень благодарна. Ну и на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok